Подсолнечная масса Молочная продукция И пожалуйста, гастроном Все в наличии, перебоя с поставками нет Убедился в этом житель крымской столицы Давид Зайдман В крупном супермаркете в центре города Покупает творог, хлеб, мороженое Внукам и яблоки А на какой период? Ну, не знаю, на 3-4 дня, не больше Хлеб больше не возьмешь Он через 2 дня будет черствый Можно взять молока на 3-4 дня В продаже и самый ходовой товар Стеллажи, если и пустеют, то сразу пополняются А вот и она, самая популярная группа нашего времени Гречка, причем разных производителей Также на полках консервация различного вида На кассах есть даже маски и гель-антисептик Только не больше двух штук в руки Но если с ними еще возникают перебои То дефицит продуктов питания и в дальнейшем не предвещается На данный момент в магазин привозится товар ежедневно Запас, так как на полках, так и на складах огромный Перебоев с поставками нет и все есть Да и цены стараются не завышать На рынке в основном также ситуация стабильна Вот гречка по 60 рублей, зелень 20, перец 219 А с лимоном и имбирем действительно проблемы Лимон повысился где-то рублей на 100 Имбирь подорожал, был 900 рублей Сейчас 4000, его практически нигде нету На рынке они дорогие очень Так же, как и лимон, был 200, а сейчас 400 рублей Извините, мы стараемся не брать такой дорогой товар Покупатели жалуются и на необоснованное повышение цен других позиций Я купил быстрые каши, в принципе, на обед, на неделю В принципе, подорожало процентов на 10 где-то Власти уже реагируют Предложили лишать лицензии за надуманный рост ценника Дали команду и увеличить площади посева Попросили аграриев ограничить оптовую продажу продуктов на материк Чтобы сделать хороший запас для стабильной ситуации на полуострове Екатерина Серегина и Сергей Козырь, Утренного дня Субтитры создавал DimaTorzok